Не удивляйтесь, дорогие братья и сестры, мы опять и в этот раз будем продолжать говорить о грехе осуждения. Дело в том, что грех настолько пошел в плод и кровь нашего рода, что хотя и считается грех мало таким значительным, но на самом деле это очень опасный и тяжкий грех, поэтому истаревшие раны надо лечить дольше и больше продолжать усердие к этому. Вот люди, которые любят осуждать, судить ближних, обычно много требуют других. Говорят, что вот этого бы они могли не делать, им стыдно, что они впали в такой-то отверстие. И как бы себя считают праведниками, святыми, а других осуждают и унижают. А если бы они хорошо посмотрели на самих себя, то оказалось бы, что и они такие же грешники, как и все человеки. Вот точно хорошо приводится пример в книге епископа Германа «В часы пасовского досуга». Он пишет, как однажды, говорит, пришли в храм помолиться один старичок своей супругою. И за другие священник разносил проповедь о том, как Адам и Ева согрешили. По окончании обедни они вышли из храма и дорогою об этом рассуждали. Муж говорит, вот не было бы столько греха на свете, если бы Ева не послушалась дьяволом и не заставила бы мужа скучать запрещенной лодки. Жена добавила, да, ведь вот из одного и страдают все. Я бы на месте подъехал, не дотронулась бы до запрещенной лодки. Бог с ним муж добавляет, а я бы говорил, на месте Адама, если бы ты дотронулась меня и решилась бы меня соблазнить, я бы такую дал тебе возбучку, что ты бы и забыл бы, как соблазнять мужа. Жена говорит, так-то так, конечно, худо поступила Ева, что нарушила запрещение Божьей. Да ведь и Адам-то тоже. Вот таким путем они шли, рассуждали и осуждали Адама и Иоанна. Когда они проходили мимо барского сада, где в это время сидел добрый, благочестивый барин, который слышал их разговоры и решил пригласить их к себе на бед, отпушить хлеба и соль. Они удивились этому неожиданному превращению, не повиновались. Их ввели в барские хоромы, затем через некоторое время их привели в саловую, где был накрыт для них стол надбор прибора с разными кушаниями и вилами. Ходит барин, всадил их и говорит, вот, кушаете все на доброе здоровье. Но вот, в которой блюдо стоит, с закрытой крышкой покрытой, до этого блюда не дотрагивайте, это не для вас. И тут же ушел в свою комнату. Они сели, да, и принялись кушать вкусные кушания, да, закрывать разными вилами. И к концу обеда жена обращается к мужу и говорит, да что же находится в этом блюде? Наверное, какое-то немогновенное кушание у бана. Давайте посмотрим, оттроем крышку и немножко попробуем. Никто ведь не увидит, не узнает. Муж говорит, зачем? Нельзя же. Да как зачем? Да ведь это что-то там неправильное, закушанное. Муж говорит, нельзя, потому что это запрещено. А между прочим, говорят слова, он сам возгорелся большим желанием посмотреть, что же это закушать там находится. Жена это подметила и положил так руку на блюдо, сама на него понимательно смотрит, говорит, ну, позволь уже, да, позволь, да. Я боюсь, что вот только немножечко открыли крышку. Муж наконец согласился, и она открыла немножечко крышку. И говорит, что там видим что-то, там нет ничего, пустое. Муж говорит, ну, тогда приоткрыла еще побольше крышку. Когда она приоткрыла крышку еще больше, то в это время из этого блюда выбежала муж и убежала в подпад. Эти гости, они вначале не подразумевали, что это означало. И в это время входит к ним барин и спрашивает, ну, как вы, сыны, довольны, да. Да, хоть поклонничьим, благодарим вас за вашу милость. Был ответ он в стране. Он приподнял крышку и говорит, а мышки-то нет. Что же вам, вас, не хватало? Словенецкого кушания, что вы позавидовали кошачьему кушанию. И испуганные гости не могли ему ни слова на это ответить. Тогда он им говорит, вспомните, вы эти глупые. Как вы, когда шли, осуждали Адама и Ему. Забывая слова Писания, не судите, да несудимы будете. Вступайте же теперь перед Богом, да и впредь не судите ближнего. Но лучше построже смотрите за тобою и не найдите себя на свою чвердость. И они со слезами вышли от Барина. Только на собственные грехи должно быть обращено всегда внимание христианин. Только на собственные. Но не на чужие грехи, слабости и пороки. Даруй им извете мое согрешение, и не осуждайте брата моего, молиться преподобно и премсиле. Когда в доме много работы и много заботы об этом, то человек не будет ходить в чужим домам и смотреть, что там делает. Иначе он свое дело не исполняет. Люди, которые любят пересуживать, судить, они худо знают самих себя. А не зная самих себя и постоянно обращая внимание на чужие грехи, они впадают в самообольщение. И думают, что они лучше других. Вот поэтому-то и такие люди, по слову Спасителя, они видят сучок в глазе ближнего, а бревна в своем не чувствуют. И вот, не зная своих греховных язв, и они не врачуют их, а не врачовые свои греховные язвы, эти язвы потом стареют, коснеют и становятся уже неисцельными. Вот в таком состоянии находились фарисеи времен Господа нашего Иисуса Христа. Они других считали за величайшим грехом, судили их, а в свое сердце никогда не заглядывали. Поэтому и хотя Господь небесный врач возле них всегда находился, но они так и остались неисцельными. И когда один книжник просил Спасителя, неужели, говорит, и мы слепы, Господь говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себя греха. Но так вы говорите, что вы видите, зрячие, то грех остается на вас.